Мест стало больше. В Кирове начал работать новый детский сад. Его открытия ждали несколько лет. Сколько детей получили путевки. Об этом я не только расскажу прямо сейчас. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Сразу четыре дороги приняли после ремонта. В Кирове продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этот раз запланировали не только обновление асфальта. Что еще сделают? Их не звали, а они пришли. На улице Попова контейнерную площадку атаковали крысы. Люди боятся выносить мусор. Кто должен изгнать грызунов с территории? Охотничий билет получить просто, а права на покупку и использование оружия нет. В правительстве рассказали, как стать охотником. В Кировской области задержали наркодилера. Он выращивал и продавал запрещенные вещества. Сколько наркотиков у него изъяли? Десять километров из тридцати готовы. В Кирове продолжается ремонт дорог. Накануне экспертная комиссия приняла сразу четыре участка. Это улицы Роза-Люксембург, Жигаловская и Восточная в Нововятском районе, а также улица Баумана в Коминтерне. Здесь уложили два слоя асфальта. В некоторых местах заменили бортовой камень. Отремонтировали остановочный павильон с подходом для маломобильных людей. В администрации города сообщили, что работа на этом участке не закончена. В ближайшее время на прикрестке улиц Баумана и Павла Корчагина установят светофор, перенесут автобусную остановку и сделают тротуары. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Нововятском районе также проведена масштабная работа по обновлению дорог. По программе БКД у нас 45 объектов общей протяженностью около 30 километров. На сегодняшний день принят 21 объект. В работе сейчас находится 16 объектов. Надо отметить, что из 15 объектов по программе БКД, которые проводятся в Первомайском районе, 13 объектов именно в 14 округе. Эти преобразования наглядно мы видим. Еще хотел бы отметить, что по запросам наших жителей, наконец-то будет организовано светофорное регулирование на Коминтерновской площади. Стихийный зоопарк на контейнерной площадке для бытовых отходов в районе домов 38 и 36А на улице Ивана Попова завелись крысы. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Десятки грызунов выходят из нор в поисках еды и днем, и ночью. Жильцы рассказали, что проблема появилась весной. Возле контейнеров образовалась свалка. Там настоящее крысиное гнездо. Выбросить мусор – целое испытание. Люди боятся подходить к контейнерам, ведь грузины могут напасть, говорят жильцы. Избавляться от непрошенных гостей должен тот, кому принадлежит контейнерная площадка. Если установить ответственных за мусорные баки не получается, необходимо обратиться в Роспотребнадзор, говорит юрист Александр Шишкин. Именно Роспотребнадзор обязан контролировать выполнение этих санитарных правил, которые регулируют уничтожение крыс. Причем в этих санитарных правилах предусмотрено не только уничтожение крыс, но и ликвидацию всех условий, способствующих их распространению дальнейшему. В том числе и дополнительное бетонирование выходов из нор, удаление рядом находящихся куч мусора. Сто новых мест для малышей с особенностями развития. На ГАДР-4А открылся новый корпус детсада номер 35, сообщает прислужба регионального правительства. Напомню, несколько лет назад здание занимала частная наша школа, однако договор с организацией кировские власти расторгли и затеяли ремонт помещений. Теперь на первом этаже здания организованы группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На втором – группы для ребят с задержкой речевого развития. В дошкольном учреждении также закуплено спецоборудование, в том числе современные и безопасные игрушки для сенсорного развития детей. Воспитанием подопечных займутся педагоги с дополнительным образованием. Специалисты прошли обучение на кафедре коррекционной педагогики Института развития образования Кировской области по направлениям логопедия и дефектология. 180 тысяч рублей в пользу 12 медработников прокуратура Фоленского района отстояла права сельских медиков. По закону, эта категория граждан имеет право на компенсацию средств по оплате коммуналки. В частности, людям должны были вернуть часть денег за тепло и электроэнергию. Но финансы не возвращались несколько лет. В итоге медики написали жалобу в прокуратуру Фоленского района. На основании заявлений граждан ведомство обратилось в суд и выиграло его. В целях восстановления нарушенных брав заявителей прокуратура в суд направила исковые заявления с требованием о взыскании в пользу граждан компенсации понесенных расходов. Исковые требования прокуратуры судом признаны законными и обоснованными. Исполнение решений суда контролируется. Больше 45 тысяч кировчан могут с уверенностью назвать себя охотниками. В областном правительстве рассказали, сколько охотничьих билетов было выдано местным жителям. В Кировской области сложилось одно из самых больших охот-сообществ. Также в Минприроды напомнили, как стать охотниками и какие требования для этого нужно выполнить. В первую очередь, человек должен быть совершеннолетним. Нужно обратиться в Министерство экологии или МФЦ. Там выдадут охотничий билет. Но для права на владение оружием условия другие, и они сложнее. Охотником мы можем стать с 18 лет, но получить право на ношение, хранение и приобретение охотничьего оружия мы можем только с 21 года. И здесь процедура, она несколько сложнее. Здесь необходимо подтвердить свое физическое и психологическое состояние, здоровье. Представить, соответственно, пройти медицинское обследование, подтвердить, что человек дееспособный полностью. Заплатить государственную пошлину уже, получить, пройти обучение на право ношения, хранения и использования оружия. Обратиться в подразделение Росгвардии. И, соответственно, по результату рассмотрения представленных документов, Росгвардия выдает лицензию на приобретение оружия. 116 кустов конопли и полкило готового наркотика обнаружили у жителей Верхошижимского района. Подозреваемого задержали местный полицейский и сотрудник регионального главка. По оперативной информации, житель одной из деревень выращивал опасное растение в своем доме. После проверки сведений сотрудники полиции нагрянули в жилище подозреваемого и обнаружили кусты марихуаны и готовый наркотик. Мужчина также обзавелся специальным оборудованием для культивирования растения. Во время ареста он утверждал, что занимался этим для личного потребления. Житель Верхошижимского района, 1980 года рождения, в своем частном доме выращивал коноплю. И изготавливал из нее наркотическое средство марихуаны. Изъято полкилограмма наркотика и 116 кустов наркосодержащей конопли. Возбуждены уголовные дела. За минувшие выходные в Кировской области задержаны 32 нетрезвых водителя. Такие данные приводят в региональном ГИБДД. Из недели в неделю статистика не становится лучше, несмотря на большие штрафы и лишение прав за этот вид правонарушения. При этом зачастую о пьяных автолюбителях сотрудникам ГИБДД сообщают очевидцы. Сегодня мы решили спросить у кировчан, нужно ли сигнализировать о водителях, управляющих машиной под градусом. Опрос уже размещен в группе «Девятка ТВ» ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Результаты озвучим в вечернем выпуске «Давича». А пока узнаем мнение прохожих на улице. В эфире рубрика «Мобильный журналист». Конечно. Почему выбираете, да? Ну как, это безопасность наша? Ну, конечно, стало. Это безопасность, в первую очередь, наших родных и близких детей. В компании есть такие люди отчаянные, которые готовы поехать в нетрезвом состоянии. Конечно, отговаривали, вытаскивали из машины. Ну, я бы сообщила, потому что это вообще опасно. Они же беспредельщики. Нет, это его ответственность. Это его ответственность. Конечно, надо сообщать, я считаю, потому что не только человек, который за рулем едет, надо оберегать людей, которые ходят по улице. Я за безопасность на дороге. У меня есть внуки, я тоже о них очень переживаю. Есть близкие люди, дорогие люди. Поэтому я бы сообщать стала. Однократно сам садился вместо них за руль и вел машину. Меня вызывали в таких ситуациях, чтобы я взял руль в свои руки. Сам никогда не садился. Вообще не употребляю спиртное. Вы молодец. Скажите, а если бы увидели такого человека, позвонили бы? Куда, в полицию? Да. Скорее всего, сам бы, наверное, сел бы за руль и увел бы машину домой. Вместе с ним, с товарищем или знакомым. Да, я бы позвонила, потому что это неправильно. Ну, ладно, он самоубийца. Ладно, ему на себя наплевать. Ну, бог с ним, это ему, вот, его дело. Но вы, а люди? Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть интересные новости, присылайте их нам. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А далее программу «Объясняю» популярно. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»